у нас два или три вебинара посмотрим как сегодня мы посмотрим основные моменты рассмотрим а далее будет более подробно и детально на следующих вебинарах ознакомимся уже как работать с средствами интеграции бесшовной интеграции с документ оборот 3.0 с другими прикладными решениями давайте традиционно по порядку представлюсь меня зовут Максим Тинантон я консультант аналитик компании 1С Кадерлайн имею сертификацию компании 1С участвую в проектах внедрения программ на продукты документа оборот 3.0 а также других программных продуктов являюсь методологом в области докуменционного обеспечения управленческой деятельности реинжиниринга бизнес-процессов традиционно организационные вопросы которые у нас с вами вебинары запись вебинара будет можно будет прислать на почту с той почты которой регистрируется запрос на видеозапись также запись выкладывается на нашем официальном сайте продолжительность примерно 40 50 минут коллеги есть вероятность того что сегодня у вас немного задержу потому что все таки хотелось у меня запланирована больше практической часть и вебинары у нас ориентирован в первую очередь на практику а не на методологическую составляющую убедительной просьбы не включать микрофон без согласия организаторов ответы на вопросы будут в конце вебинара их можно готовить писать в чат и мы обязательно них напишем ответ итак по программ вебинара сегодня мы с вами посмотрим что такое кдом разберем основные методологические и правовые аспекты кадров электрон документооборота посмотрим какие виды подписи используются ну здесь 1с и до есть с точки зрения взаимодействия с участник документооборота но будет немножко другой у нас с вами три кейса запланирована первый это посмотрим как оформить отпуск сотрудником да то есть посмотрим этап бизнес-процесс от подготовки создания заявления в программе документооборот до ознакомления с приказом с применением электронных цифровых подписей в программе до 3.0 ознакомление нового сотрудника с локально нормативными актами очень часто в практике кадров дела производства нам приходится сталкиваться с тем что меняется какая-то редакция локального акта либо издается новый локальный акт либо у нас с вами приходит сотрудник и его необходимо ознакомить с локальными нормативными актами компании и зачастую в бумажном виде это целая проблема поскольку сотрудника нужно найти поймать подписать а есть еще у нас с вами очень хорошие сотрудники которые говорят а дайте я почитаю а можно я посижу а можно потом подпишу так вот посредством программного продукта документооборот это решает все достаточно эффективно быстро и на законом уровне кейс номер 3 он выделен у меня немножко другим цветом поскольку он связан с оформлением командировки вот собственно хотелось бы с вами его тоже просмотреть обсудить оформление командировки здесь от этапа создания служебной записки до служебного задания который формируется посредством автоматического заполнения и формирования приказа соответственно там еще рассмотрим не типовой от приказа на командировку приказа на предоставление отпуска итак начнем с терминологии очень часто у нас в практике внедрения в компании мы встречаемся с такими понятиями и видим что наши коллеги не всегда понимают различие терминов таких как д.о.к.д.о. юз.д.о. и.д.о. да то есть вот эти вот четыре скажем таких основных аббревиатуры которые собственно у нас с вами наводит большой ужас и панику в работе кадрового делопроизводства хотела бы все таки дать немножко сегодня пояснение чем чем отличается давайте начнем с первого д.о. под д.о. как правило подразумевается документооборот документооборот с точки зрения программного продукта это как раз таки есть конфигурация 1с который называется 1с документооборот у него есть две редакции на сегодняшний день это 2.1 и 3.0 ну 2.0 она в принципе тоже существует но уже фактически не поддерживается а к.д.о. к.д.о. у нас принята аббревиатура кадровый электронный документооборот коллеги обращаю ваше внимание что это не совсем корректно называть кадровый электронный документооборот к.д.о. почему чуть позже прям буквально на следующем слайде я вам поясню это не совсем к.д.о. юзадо. юзадо подразумевается юридически значимый документооборот юридически значимый документооборот это как правило документооборот между несколькими участниками посредством использования электронных цифровых подписей ну как правило здесь используются усиленные цифровые подписи усиленные квалифицированные согласно 63 фаза сегодня тоже про них немножко расскажу юзадо как правило может быть между контрагентами либо внутри организации да то есть тоже бывает такая путаница что у вас вас к.д.о. или юзадо а у нас к.д.о. с юзадо то есть вот эти страшные четыре буквы все время где-то на слуху и когда начинаю внедрять электронный документооборот и как правило сотрудники или там руководители организации говорят ой вы знаете на вот это и до до не надо нам надо к.д.о. вот на вот к.д.о. вы можете нам вот внедрить вот и до у нас вот не нужно и д.о. нам не подходит а вот к.д.о. там вот чтобы мы и задо делали да то есть и вот это вечное выкручивание скажем так наших мозговых извинений но дает некую путаницу создает так вот мы разделяем эти четыре понятия есть понятие до и до это как раз таки электронный документооборот электронный документооборот осуществляется посредством программного продукта какого-либо и оператор да то есть нас есть с вами оператор электрон документооборот и они осуществляют взаимодействие вот между нами между контрагентами очень часто есть такое понятие 1с и до да то есть а у вас что у вас 1с до или 1с и до так вот 1с до Но, коллеги, это всего лишь сервис, поставляемый компанией 1С. 1С ЭДО входит в состав типовых конфигураций, в том числе в конфигурацию документа оборот 3.0 и 2.1. Вот четыре таких термина, с которыми мы с вами будем сталкиваться, ну, скажем, наверное, ближайшие лет 10-15, и они нам будут напоминать о том, что мы развиваемся, да, что вот именно цифровизация коснулась не только отраслей каких-то высокотехнологичных производств, но и в том числе организационной управленческой деятельности. Возвращаясь к управленческой деятельности, хотелось бы сказать по поводу как раз-таки КЭДО. Что такое КЭДО? Определение, собственно, КЭДО нам с вами дает 377 ФЗ, да, то есть, который вносит поправки в Трудовой кодекс, а именно в 21-22 статью. И как раз-таки кадровый электронный документ оборот, да, можно наблюдать, вот аббревиатура КЭДО не совсем корректна. Почему? Потому что в статье 22 пишется, что под электронным документным оборотом в сфере трудовых отношений, да, понимается создание, подписание, использование и так далее. То есть, коллеги, более корректным считается не КЭДО, а уж если, как говорится, да, АЭДО в сфере трудовых отношений. Потому что у нас с вами есть федеральный закон, есть кодекс, который, собственно, и устанавливает наши с вами терминологии. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с понятием КЭДО, это, в принципе, можно приравнять, согласно 22 статье Трудового кодекса, к электронному документу оборот в сфере трудовых отношений. Некоторых пугает тот момент, что, вот вы знаете, в статье написано, что о том сфере трудовых отношений, да, и то есть думают, что, может быть, это только в отношении заключения трудовых договоров, либо заключения договоров о материальной ответственности, либо заключения подписания дополнительных соглашений, да, то есть это не только те документы, которые касаются приема увольнения. В том числе мы с вами прекрасно понимаем, что в наших компаниях существует достаточно большое количество бизнес-процессов на сегодняшний день в электронном виде, в которых мы с вами и согласовываем, и утверждаем, и отклоняем, и направляем на исполнение, на подзадачи, да, делим, то есть так далее. И это все является как раз-таки электронным документооборотом в сфере трудовых отношений. Давайте посмотрим, какие, собственно, подписи у нас с вами используются. Согласно 63-му ФУЗ, а именно статье 5, использование и понятие электронной подписи будет следующим. Значит, используются, как правило, три вида подписи. Это простая электронная подпись, неквалифицированная электронная подпись и квалифицированная электронная подпись. Программа документооборот 3.0 поддерживает фактически все три вида подписи. Но здесь стоит дать небольшое пояснение. Согласно 63-му ФУЗ, простой электронной подпись является электронной подпись, которая используется, да, вот, формируется посредством кодов и паролей. То есть учетная запись системы электронного документооборота является простой электронной подписью. Коллеги, акцентирую здесь ваше внимание на то, что не вот этот синенький квадратик, который мы привыкли видеть на документах, да, вот этот штампик. Это совершенно не электронная подпись, нет. Это визуализация электронной подписи. Сама электронная подпись есть использование учетной записи, логин и пароли, да. Неквалифицированная электронная подпись, здесь документооборот поддерживает сторонние приложения, да, то есть, как бы, которые есть в сервисе 1С кабинет сотрудника. Вероятно, вы про такое слышали. Вот, собственно, вторая часть вебинара у нас с вами будет и посвящена, нет, у вас следующего, да, то есть второй вебинар по работе с кабинетом сотрудника. Вот, если вам будет это интересно, обязательно нам напишите. Возможно, у вас есть какие-то задачи, кейсы, мы, возможно, сделаем под вас демонстрацию, сделаем какой-то кейс, реализуем, чтобы это было для вас неким таким подспорьем. Вот, то есть, соответственно, неквалифицированная электронная подпись также может быть выдана собственным организованным центром сертификации на предприятие, да, или в организацию. То есть, если у вас существует свой центр сертификации, то вы можете выдавать усиленные неквалифицированные электронные подписи и также их использовать в процессе документооборота. Ну, как правило, практика показывает, что в документообороте 3.0 используется либо простая электронная подпись для внутреннего документооборота внутри компании, либо квалифицированную электронную подписью. Здесь также стоит отметить, что не за горами 1 сентября 2024 года, когда ждет нас с вами великий такой культ события, переход и применение машиночитаемой доверенности. То есть, мы с вами пока машиночитаемой доверенности здесь не рассматриваем, только касаемся их опосредованно. Электронные подписи, да, то есть, вот какие электронные подписи, где можно использовать, то есть, именно в кадровом электронном документообороте. Вот на слайде представлена информация с портала ЭТС, и здесь коллеги постарались и сделали достаточно информационную табличку, в которой написано, какие подписи, где используются. Основной критерием использования электронной подписи является эксплуатация той или иной информационной системы. Да, то есть, мы с вами знаем, что на сегодняшний день есть такой замечательный портал Работа России, я сейчас тоже слайд переключу, покажу, там есть. И мы можем ввести кадровый электронный документооборот посредством использования портала России. Он, собственно, у нас вот в нашем ФЗ и дается на него ссылка, да, то есть, что посредством использования электронной подписи неквалифицированной на портале Работа России может осуществляться взаимодействие работодателя с работником. Обратите, пожалуйста, здесь внимание, как правило, вот, простая подпись, где она используется, да, то есть, где ее можно применять, где ее нельзя применять. А документы кроме, и вот здесь мы видим, что кроме трудовых договоров, договоров материально-ответственных, ученических договоров, договоров на получение образования без отрыва или с отрыва от работы, ДОП соглашения к договорам, согласие на перевод, заявление об увольнении, отзыв заявления об увольнении, уведомление об изменении условий трудовых договоров, да. То есть, коллеги, опять-таки, это что касается простой электронной подписи, это то, что у нас есть. То есть вот этот логин и пароль – это простая электронная подпись. И сегодня мы с вами рассматриваем процесс подачи заявления на отпуск и командировки. То есть мы видим, что в принципе это в перечень не входит. Однако стоит отметить, что если у работника есть усиленно квалифицированная электронная подпись, то он может осуществлять взаимодействие с работодателем посредством усиленно-электронной квалифицированной подписи. Также хотелось бы отметить, что усиленная квалифицированная подпись с 1 января 2024 года не выдается работникам от имени юридического лица, а выдается именно только на физическое лицо. Почему? Потому что именно физическая электронная подпись впоследствии будет использоваться для того, чтобы применять машиночитаемые доверенности. То есть нам дали для взаимодействия с какими-либо федеральными органами исполнительной власти потребуется машиночитаемая доверенность, в которой руководитель юридического лица уполномачивает нас, представляем, да, и нашу электронную подпись. То есть мы с вами подписываем электронную подпись и документы, фактически прикладываем вот эту машиночитаемую доверенность. Ну и, собственно, вот она, единая цифровая платформа «Работа в России», она говорит, что вот работодатель, да, то есть любые документы может подписывать здесь. Здесь неважно, какая у вас будет подпись. Если мы заходим на портал вот этой платформы «Работа в России», то можно применять. На сегодняшний день программный продукт 1С «Зарплата управления персоналом» уже имеет, да, там буквально, по-моему, с 17-го релиза имеет в своем составе вот эту интеграцию. Можно подписывать электронные приказы, в частности, да, вот приказы на приемы, на увольнение, зарплаты и кадры, и отправлять работнику на портал. То есть прямо из программы есть такая уже интеграция, то есть можно это дело использовать. Но, опять-таки, учтите, что зарплата и кадры – это всего лишь маленький кусочек бизнес-процессов компании, и подписывать должен будет у вас непосредственно сам руководитель. То есть руководителю нужно будет иметь доступ и в кадровую базу, в ERP-базу, в документы оборот, в управление торговлей и так далее, да, то есть в зависимости от того, какая у вас инфраструктура информационных систем. И поэтому вот следующая часть вебинаров у нас как раз-таки посвящается на том, что необходимо оптимизировать работу руководящего состава, чтобы была возможность подписания документов из одного программы, да, то есть у нас руководитель заходит в документы обороты, и там он осуществляет согласование, подписание, утверждение, отклонение всех документов. Кадровая служба продолжает работать в своей системе зарплаты управления персоналом, то есть вот эта интеграция как раз-таки способствует повышению эффективности работы. Вот, коллеги, у меня в принципе вот эта методическая часть, она подошла к концу, если какие-то вопросы по ней есть, пожалуйста, напишите в чат. Я предлагаю все-таки перейти к практической части нашего вебинара, это просмотреть первый кейс, да, то есть оформление отпуска сотруднику. Сейчас открою нашу информационную базу. У меня она не совсем типовая, да, то есть в плане того, что она имеет стилизацию нетрадиционную, как-то классические цвета, желтые, а здесь она перекрашена по другой форме, да, то есть по другие. Это тоже как бы возможно в системе, потому что, когда мы слышим на внедрениях, а вы знаете, программный продукт 1С, он там не френдлий интерфейс, я говорю, ну что вы, а вы пробовали настроить френдлий интерфейс, да, то есть как раз-таки возможности именно пользовательских по настройке интерфейса достаточно большое количество программных продуктов 1С, это является одним из преимуществ конкурентов на рынке, причем я не устаю говорить. Итак, давайте мы перейдем к созданию отпуска сотрудника. Предположим, что у нас с вами сотрудник собрался в отпуск, для этого ему необходимо в отдел кадров предоставить заявление. Заходит в журнал документов, нажимает кнопку «Создать» и выбирает заявление. Вот у нас с вами есть заявление с тематикой, да, то есть есть заявление о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, есть заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы. То есть в зависимости от того, какая тематика, у нас будет подбираться соответствующий маршрут в программе, выполняться те или иные действия и заполняться определенные поля. Ну давайте возьмем, что вот, допустим, сотрудник собрался у нас с вами в оплачиваемый отпуск. У нас в системе стоит наша доработка в компании, мы вот всегда стараемся те поля, которые мы дополнительно вносим для заполнения, выделять в отдельную такую вот формочку, чтобы пользователю было понятно. Видите, здесь большими буквами написано поля для заполнения, чтобы сотрудник понял, что эти поля необходимо заполнить. Обратите внимание, они выделяются красным, да, то есть система не позволит закрыть документ до тех пор, пока значение этих полей не будет заполнено. Вот, значит, ну давайте отправим сотрудника нашего... Нам сначала нужно выбрать кого. Давайте отправим Барабашкину в отпуск. Пускай это будет с 29 по 5. Коллеги, здесь у нас в качестве примера количество дней не рассчитывается вводится вручную. В принципе, нетиповой функционал подразумевает, что можно согласно имеющимся в программе графику сделать настройку, да, и программа автоматически будет вычислять разницу между датами. Но здесь опять-таки нужен производственный календарь, чтобы учитывать рабочие и нерабочие дни. То есть, в принципе, вот на этом заполнение заявления работникам заканчивается. То есть работник ввел, когда он хочет дату начала и дату окончания, когда он вернется. Здесь у нас с вами в обработке заполняется соответствующим образом в зависимости от того, в каком подразделении сотрудник работает, и происходит обработка. То есть, запустим обработку. Запишем и закроем документ. По-новому его откроем. То есть, видим, вот сейчас есть лист согласования. Лист согласования и наше заявление по обработке поступает в отдел кадров. Почему в отдел кадров? Здесь проверяется корректность заполнения документа. То есть, мы понимаем, что работник может хотеть 5 дней отпуска оплачиваемого, а по факту у него за весь отчетный период только 2 дня. То есть, мы не можем. Вот обратите внимание как раз-таки на заявление. То есть, мы с вами ввели вот эти даты, и видим, что здесь вот указывается дата, с какого числа он хочет, по какому он хочет, и на сколько продолжительности календарных дней. То есть, у нас с вами автоматически сформировалось заявление. То есть, если вот его открыть в формате Word, то, в принципе, это самостоятельное заполненное заявление. Да, у него пока нет даты, у него нет регистрационного номера, потому что в настоящее время это фактически черновик. Потому что сотрудник отдела кадров сейчас должен проверить и поправить. В том случае, если у нас здесь имеются ошибки, работник отдела кадров может отклонить. Почему? Как это происходит? То есть, у сотрудника отдела кадров заявление о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска находится в согласовании в режиме замечаний. Что подразумевает режим замечаний? Это наши с вами классические режимы замечаний, когда мы используем Word. То есть, мы с вами можем взять и выделить 5 дней. Да, то есть, и здесь сделать замечание, указать, что остаток только 3 дня. Да, то есть, ну понятно, потому что я под администратором сижу. И смотрите, у нас выделяет в системе, и сейчас я принципиально нажму кнопку не согласовать, потому что, ну вот нашлась у нас с отделенным кадром ошибка, да, то есть, что произойдет далее. То есть, мы нажали не согласовать. Коллеги, у меня очень часто будет окно вот это вылезать, потому что у меня ведется учет рабочего времени сотрудников. Я потом, если надо будет, покажу. А что происходит? Сотрудник отдела кадров, да, отклонил эту заявку и написал замечание, остаток 3 дня. Работнику приходит уведомление. То есть, если мы сейчас зайдем в задачу мне, да, то есть, вот уже видим, что третья задачка появилась, и у меня здесь будет написано, то есть, обработать, работать результат, да, то есть, видим, ознакомимся с результатом согласования. Вижу, что кто проверил, мне пишется, что он сделал, не согласовал, и почему. Да, то есть, я сейчас должен, как сотрудник, зайти сюда, посмотреть, что не так, внести соответствующие правки, да, то есть, но. Такое здесь есть но. Пока мы с вами не примем все заявления, да, то есть, вот эти все замечания, их может быть несколько, их может быть там миллион, как говорится, да, потому что у нас с вами заявление может согласовываться, там, куча подразделениями, всеми руководителями подчиненного, да, то есть, и поэтому здесь оно может быть, иметь в своем роде достаточно большое количество замечаний. Допустим, что сотрудник сказал, что хорошо, раз нельзя, значит, он пойдет и говорит, тогда вот мне, пожалуйста, на 3 дня, да, то есть, он считает, что по 28, по 28, по 2, по 2, и вот он уходит на 3 дня, нажимает записать. И вот здесь, коллеги, самое главное, когда мы используем заполнение, автозаполнение шаблонов, то после того, как мы внесли изменения в учетной карточке, обязательно нужно вернуться на вкладку «Обзор», вставить на саму карточку документа, да, то есть, мы сейчас вот с вами посмотрим, нажать, сейчас она у меня прогрузится, да, видим, то есть, обязательно нужно будет нажать кнопку «Обновить», если не произошло изменение. Бывает такое, что внесены изменения, а в самой карточке не обновилось. То есть, для этих целей мы стоим на Word-овский файлик, правой кнопкой щелкаем и нажимаем «Заполнить файл данными документа». То есть, у нас автоматически поля будут рассчитаны, да, то есть, у нас перезаполнится. После того, как мы данные внесли, мы эти все замечания нажимаем «Принять», они становятся зелененькими. Смотрите, коллеги, здесь есть две кнопки «Повторить» и «Завершить». Если я сейчас нажму «Повторить», то у меня процесс согласования, да, то есть, логично повторится. Если нажму «Завершить», то обработка по данному документу, она завершится. То есть, я нажимаю «Повторить», и он меня спрашивает, а кому, да, то есть, вот, кому отправить повторить, для чего это нужно. У нас бывает, что с точки зрения согласования идет шесть человек. Пять из них согласовал, а вот шестой нет. И в компаниях по-разному настраиваются бизнес-процессы, говорят, а можно вот нам сделать так, чтобы вот сотрудник больше вот там вот не включал тех, кто уже согласовал, да. То есть, мы говорим «Хорошо», мы это можем сделать, допустим, да, и вот сделать таким образом, чтобы процесс согласования шел соответствующим образом, по соответствующему маршруту. Все, мы с вами это дело исправили. Задача опять пришла к кадровой службе. Она видит, что все замечания приняты, все хорошо, и нажимает нам на согласование документа. То есть, сейчас вот он спросит. Нажимаем «Согласовать». И давайте посмотрим, что у нас будет дальше по обработке. То есть, мы видим, что дальше документ поступает на регистрацию. Вот здесь процесс построен таким образом, что регистрация документа осуществляется в отделе «Дело производства». Обратите внимание, что у меня где-то будут фамилии указаны, а где-то будут указаны вот такие вот «Р дело производства», «Р кадры». Это говорит о том, что это роль. То есть, сейчас поступила задача на отдел. Не всему отделу и каждому сотруднику, а именно в отдел «Дело производства». То есть, кто-то из сотрудников «Дело производства», когда выполнит эту задачу, у остальных сотрудников она исчезнет. То есть, это тоже, в свою очередь, очень удобно. Можем зарегистрировать документ. Здесь у нас стоит автоматическая регистрация. То есть, мы сейчас нажмем «Зарегистрировать», и документу присвоятся регистрационные данные. То есть, мы его с вами вот видим уже, что это номер 5 от 26.07. Опять вернемся на вкладочку «Документ». Нажмем на вордовский файлик. Посмотрим, заполнились ли у нас с вами полян. То есть, видим, что ВУЗ, подразделение которое подает, вот дата и регистрационный номер. То есть, в принципе, у нас с вами полноценное уже заявление сформировано. Дальше документ поступает на согласование. Его согласовывают здесь вот начальник, руководитель и генеральный директор. В принципе, коллеги, можно сделать, чтобы было вытеснение сотрудников, да, то есть, чтобы генеральный директор не был два раза. То есть, мы с вами видим, что если это идет на рассмотрение генеральному директору, то тогда согласование можно не согласовывать. Но у всех процессы строятся по-разному. Повторюсь, потому что некоторые в компании говорят, нет, пусть лучше там генеральный директор два раза согласует, но зато вот, чтобы потом вопросов не возникал, да. То есть, это все зависит от тех процессов, как у вас регламентировано, либо стоит регламентация. Что здесь хотелось бы отметить? Вот сейчас у нас с вами поступает задача на рассмотрение. То есть, генеральному директору, да, поступает задача. И здесь есть три такие кнопочки. Вот рассмотрено, направить автору и направить на исполнение. Рассмотр подразумевает, что я сейчас могу рассмотреть это заявление, да, то есть, как генеральный директор, рассмотрев заявление, могу дать отказ. Ну, понятно, что если у нас отпуск ежегодно оплачиваемый, как правило, такого не происходит. А когда отпуск не оплачиваемый, да, то есть, мы можем отказать. Генеральный директор может здесь написать свою резолюцию и нажать кнопку «Рассмотрим». В таком случае бизнес-процесс в программе пойдет к работнику, и у работника будет две кнопки. Опять-таки, закончить, да, процесс, завершить обработку документа, либо повторить, опять-таки, возможно, там, генеральный директор говорит, рассмотрел, готов предоставить три дня, но, пожалуйста, перенеси срок, там, вот, с октября по ноябрь, да, то есть, и вот эту резолюцию он может ему отправить. Если, допустим, у него есть вопросы, он может направить автору, то есть, на вопрос. Автор – это тот, кто создает документ в программе, да, то есть, мы это по умолчанию устанавливаем. И есть вот такая волшебная кнопка «Отправить на исполнение». Да, то есть, что здесь будет? А вот здесь, коллеги, у нас начинается самый интересный процесс заполнения. Отправить на исполнение, подразумевая, что нужно сделать. У нас могут быть разные исполнители. И давайте вот сейчас для примера я вам покажу, как это делается в одном документе, да, то есть, в одном действии. Вот мы сейчас с вами возьмем, допустим, департамент кадров, возьмем управление персонала, возьмем Королева. Смотрите, у нас фактически поступило заявление, да, то есть, генеральному директору. Генеральный директор, в горе своей, может сейчас назначить две задачи. Главбуху, да, то есть, он может взять и написать, сделать описание. Начислить НЗП, подготовить проект приказа. Обратите внимание, что сейчас уйдет автоматом по одному документу две задачи. Главбуху придет начислить, начальнику управления придет подготовить приказ. Здесь же может быть контролер. Кто такой контролер? Контролер – это тот, кто у нас с вами смотрит документ, завершил свою обработку, да, то есть, исполнен или не исполнен. То есть, он не участвует в процессе обработки, он ни с чем не знакомится, он не вникает в суть вопроса, он просто контролирует. В системе автоматически есть механизм, который позволяет делать два статуса – либо исполнен, либо не исполнен. Ну, давайте для примера я покажу. То есть, это достаточно удобный функционал для наших с вами контролеров. И в приказе, очень часто это приказы по организационным вопросам, звучит такой пункт. Контроль за исполнением настоящего приказа, там, оставляю за собой, либо возлагаю на кого-то, да. То есть, вот это возлагаю на, он как раз-таки осуществляет контроль. То есть, он смотрит, исполнился, не исполнился. Проверить. Что подразумевает проверить, и в чем разница между контролером? Проверить. Вот здесь как раз-таки это тот человек, который вникает в процессы, которые формируются данным документом. То есть, если я здесь сейчас назначу проверяющего, ну, давайте, для примера я возьму какого-нибудь там вот заместителя, да. То есть, ему сформируется задача. Обратите внимание, что мы можем ставить сроки разные. То есть, если он уходит, там, заявление, там, допустим, до второго, то мы можем сказать, там, 29-го, ты сделай. А вот здесь, поскольку 29-го уходит, нужно срочно 26-го готовить приказ, потому что расчет без приказа невозможен, да. Мы с вами понимаем, что основанием для расчета является, вот. И, соответственно, проверяющий должен посмотреть, а какого числа ты ему все вот это проверить, что здесь выполнили, здесь сделали, здесь вот сбился немножко, да. И когда наступает момент проверки, да, то есть, вот этот срок проверки, то есть, мы можем, 31-го, у Миронова придет задачка проверить. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. То есть, все, директор расписал это заявление, отметил, сколько времени он потратил на это выполнение. Обратите внимание, что у нас с вами пока в системе только две задачи, да. То есть, мы помним, что у нас там Миронов должен проверить, ему еще придет задача, но пока ему нечего проверять, пока работа не выполнена. То есть, соответственно, когда они выполнят, тогда я буду проверять. Помним с вами, что мы поставили на контроль, видим здесь вот букву К, что данный документ находится на контроле. Где происходит контроль? У нас на главной начальной странице есть бокс, называется контроль. Вот обратите внимание, что вот здесь как раз-таки и идет контроль. То есть, вот то, что исполнил. То есть, я поставил на контроль, оставил за собой. То есть, я вижу, допустим, главбух исполнил, не исполнил. Вот когда она исполнит, здесь будет состояние исполнено. Давайте попробуем сейчас исполнить задачу главбуха. Да, то есть, коллеги, сейчас я вот эту скрою, панельку. Возьмем, допустим, скажем, что главбух, она все сделала. Потратил тоже на это 15 минут. Смотрим, да, видим, что вот главбух исполнено. То есть, таким образом, как только все будет исполнено, я могу снять документ с контроля. Вот, допустим, у меня здесь есть, да, то есть, этот документ у нас с вами исчезнет. Да, и его в системе фактически больше не будет. Пришел приказ, да, то есть, вот у нас, видим, дошло до Королевой. И здесь Королева может перейти в документ, увидеть, кто его согласовал, увидеть резолюцию по документу. Ну, да, это, собственно, наша вот эта с вами резолюция, что писал у нас генеральный директор, кому что, когда сделать. И она говорит, окей, хорошо, раз мне приказ, тогда сделаем приказ. И она в карточке заявления создает на основании документ и выбирает, соответственно, приказ о предоставлении ежегодного выпуска. То есть, вот она готовит приказ. Здесь она выбирает, что у нас там в барабашке, но уходит. Ну, понятно, что сейчас под администратором все это дело делается. Записать. Система спрашивает. Не может существовать приказ просто так, сам по себе, да? То есть, обязательно для основания приказа должно быть заявление. И она говорит, типа, заявление, исходный документ, это тот, на основании которого ты сейчас хочешь создать? Я говорю, да, конечно, это тот установить связь. То есть, и у нас с вами сразу появляется на вкладочке связь. Если открыть структуру связи, то видим, что приказ создан, да? То есть, тип связи какой. Приказ создан на основании заявлений. Я вам сейчас покажу, для чего это нужно. Это очень удобно, когда необходимо сразу поднять несколько приказов по одному сотруднику, да? То есть, распечатать там по нему, допустим, все заявления, все приказы. Файл у нас с вами здесь автоматически, да? То есть, после того, как мы с вами запишем файл, ну, здесь, коллеги, в данном случае просто форма приказа, она без практически каких-либо заполнений, да? То есть, типовая история. И вот, если мы с вами будем заполнять вот эти приказы в документообороте, как бы, ну, не совсем удобно, да? То есть, вести учет в кадровой базе, а потом еще в документообороте. Поэтому существует, как правило, два механизма. Первый – это когда документ создается в программе «Зарплата и кадры», сохраняется в PDF и выгружается в документооборот для последующей его обработки. Либо, когда есть бесшовная интеграция, посредством которой осуществляется передача документа из Дупова в документооборот, да? То есть, ну, вот для примера я вам здесь показал. Опять обработка. Смотрим, кто должен, чего должен. Нажимаем «Начать обработку». И видим. Барабашкина в отпуске. То есть, это вот, собственно, и есть большой плюс программы, которая говорит, что вот вы точно вот хотите, чтобы вот она у вас там что-то подписала, потому что вот до 31 июля она планируется быть в отпуске. Мы говорим «Да, точно». То есть, ну, раз пользователь решил, программа, в принципе, не против. То есть, по умолчанию программа позволяет это делать-делать. Перейдем на документы. Посмотрим, где это находится. Нам нужно сейчас приказы по кадровому составу. Ну, коллеги, обратите внимание, у меня просто уже установлен новый релиз, который вышел буквально вчера. Это документ оборот 3.0.15. И у нас теперь появляется еще понятие «переписка». То есть, если у нас идет какая-то переписка по самому документу, мы помним, что здесь вот у нас есть переписка, мы можем задавать вопросы, если вдруг какие-то возникают. И здесь хочу остановиться. Очень часто методологически в компании подходит не совсем корректно. Вот когда откладывают, приходит приказ, допустим, на согласование, кому-то из работников, сотрудников, они начинают писать, они могли бы вы мне уточнить, на каком там основании, почему запятая не в том месте нажимает кнопку «Несогласованно». С точки зрения орфографии, да, согласен. С точки зрения именно бизнес-процесса не совсем. «Несогласованно» должна быть причина несогласования, да. То есть, почему вы не согласовали документ. А если вы хотите там что-то уточнить или что-то узнать, или что-то обсудить, для этих целей в программе есть целых даже два механизма. Первый – это понятие, да, то есть «переписка». И второй – это очень крутой, классный новый сервис 1С, который вот у нас взлетает сейчас эта система взаимодействия. То есть, вы можете взять, допустим, кто готовил приказ, давайте вот возьмем Крижальский, вот ему напишем «А зачем?». Ну, то есть, и у нас с вами Крижальский получит уведомление в окне уведомлений, да, здесь, нажмет «Перейти» и попадет автоматом сразу в этот документ, в отношении которого задается вопрос. Либо, либо в «Переписке» нужно будет просто вот вам это все дело создавать, то есть, ну вот, как вам это будет удобнее. То есть, вы опять-таки сами определяете по программе, как вы этот процесс настраиваете. Вот, ну, здесь это все понятно, давайте нажму согласовать. Все у нас молодцы, все не против, и все хотят, чтобы человек пошел у нас в отпуск, но вот только один начальник, он говорит «Нет», он «Давайте, Суздальцев, не согласовывай». Рано еще в отпуск ходить. Видите, у меня есть такая кнопка. Давайте я на ней остановлюсь. То есть, откуда она появилась. В программе DNS документооборот, как, в принципе, в типовых программных продуктах, есть такое понятие, как шаблоны. То есть, мы с вами можем изначально насоздавать шаблоны, в которых укажем, какой комментарий нам автоматом прописывать и какое действие вы сразу выполняете. Да, то есть, вот видите, у меня сейчас написано «Несогласованно, рано еще в отпуск ходить». То есть, вот этот текст, он помещается у нас с вами вот сюда, и будет действие «Несогласовано». Да, то есть, ну, сейчас мне придется это удалить, потому что два раза напечатать. Вот, пожалуйста, я нажимаю. Видите, говорит, поле комментария пустой. Понятное дело, пустой. Сейчас он его заполнит. Все. Добавил. Видим, этот комментарий у нас есть. Приходит опять результат на обработку. Я вижу, что пришло у меня «Несогласовано». Да, опять-таки, «Несогласовано» подробнее. Почему? Потому что вот здесь вот «Несогласовано», «Рано еще в отпуск ходить». Я вижу, что кто согласовал, кто не согласовал. Я говорю, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Или как там, ну, пожилые, допустим. Да, то есть, повторить. И обратите внимание, он опять выбирает у меня всех трех. И я вижу, что у меня только, да, вот Суздальцев не согласовал. Я говорю, давай вот этих вот уберем, не будем их больше беспокоить. А вот этому отправим. Попробуем еще разочек. А вдруг, как говорится, в этот раз он будет милостив и отправит мне согласование. То есть, приходит приказ, мы опять смотрим, делаем «Согласовать». Включаем время. Да, и приказ уже у нас с вами поступает к генеральному директору. Обратите внимание, у нас с вами есть такая штука, называется «История». И в «Истории» у нас помещаются все визы, все замечания, комментарии, которые были по документу. Иногда это очень нужно. Иногда это прям вот жизненно необходимо. Почему? Потому что бывает, что в компании настраивают таким образом схему обработки, что даже если приказ, да, то есть у нас вот с вами написано, что вот приказ, да, то есть если документ не согласован, то все равно он пойдет к генеральному директору. То есть это, конечно, хорошо, что товарищ Суздальцев заботится о нас, что нам еще рано. Но вот решение все-таки за генеральным директором. Соответственно, такое заявление, оно должно не отклониться, оно должно прийти к генеральному директору. Однако генеральный директор тоже должен быть в курсе, то есть он должен понимать, а что, собственно, по данному заявлению было, да, то есть посмотреть историю выполнения. Он тоже хочет ознакомиться, кто согласовал, кто не согласовал, какие результаты согласования у него были, да, то есть вот эта история, она у нас с вами хранится. Соответственно, он может также перейти, посмотреть ли согласование с историей, увидеть, что, ага, рано ходить, им принять окончательное решение. Вот, ну и, соответственно, у нас с вами здесь приказ, подписывается усиленной электронной подписью мы с вами видим подпись и паната и генеральный директор а он подписывает своей усиленной генеральной усиленной подписи сейчас тестовый подпись у меня ничего страшного нажму записать и закрыть и открою вам по новой обратите внимание когда документ подписывается усиленной подписью нас появляется вот такой вот кругленький значок пентаграммка и он как говорится подтверждает нам факт того что документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью то есть вот написано подписано усиленной электронной подписи сертификат такой-то это такое-то сама эпм прикрепляется определенного формата прикрепляется к электронному документу она соответствует на сегодняшний день всем стандартам цифрового документа и может быть использована для передачи на архивное хранение посредством электронного документа да то есть она эта метка все поддерживается давайте перейдем на вкладочку мне интересно вам показать как выглядит эта электронная подпись да то есть очень часто ошибка возникает у нас в том случае когда говорят типа вот нет электронной подписи в документе ты как же нет электрон документ они говорят ну как вот видите говорит вот видео документ есть а вот этого синенького квадратика нет вот нет этого синенького квадратика коллеги еще раз синенький квадратик это всего лишь визуализация электронной подписи его вот этого квадратика может и не быть но это не означает что у него у документа нет электронной подписи вот она электронная подпись вот электронная подпись она прикрепляется да то есть и она как раз таким обратите внимание подписывает и файл и документ то есть у нас с вами открыть электронный документ не вордовский файлик является электронным документом да а именно вот сам документ и он подписан электронные подписи вот он отображение электронной подписи пожалуйста не путайте соответственно с вами осталась последняя задачка это собственно радостный довольны барабашкина увидела что ее там согласовали и на делает отметку что она с приказом ознакомлена да то сейчас давайте посмотрим еще разочек сейчас обновим видим что лист писания просто электронный подпись отмечена как ознакомлен да то есть мы видим что у нас теперь электронных подписи осталось 2 на то есть почему потому что подписан только одна усиленная подписи директора а вот на самом приказе давайте вот сейчас вот открою вам для просмотра будет так проще а вот на самом приказе мы видим что у нас с вами появилось два волшебных синеньких квадратика за которые все так переживают обратите внимание принципиальное отличие визуализации вот на том собственно слайде которым я показывал то есть вот здесь написан документ подписан электронные подписи указан номер сертификата срок действия а вот здесь написан документ подписан простой электронной подписью да то есть соответственно простая электронная подпись подтверждает на факт того что данный сотрудник с приказом ознакомлен здесь вот принципе на с вами все юридически соблюдено да то есть и вот этот документ в дальнейшем пойдет вместе с этими визуализациями на хранение бывает часто такое что компания находится на переходном этапе и говорит что вот можно нам как-то вот в базе хранить но вот мы бы все таки хотели вот распечатывать по старинке и вести какой-то там узнаете вот учет вот учет чтобы вот мне спокойно да то есть есть такие вопросы спорные коллеги какие здесь есть решения типовые то есть а вы в принципе можете напечатать карточку документа карточка документа распечатать ее на листочке а4 и завести всего лишь там допустим одну папку с приказами что есть в этой карточке документа здесь в принципе вся информация о документу какой файл обратите внимание что версионность файлов у нас менялась почему менялась потому что шли определенные доработки то есть у нас сначала создали один документ потом в него внесли дополнительные какие-то изменения потом прошла отметка подписания и так далее да то есть мы с вами видим что здесь есть электронные подписи также у нас настроена связь у документа что документ на основании такого-то заявления есть регистрационный номер ну и обработка да то есть фактически вот эта карточка распечатывается и вкладывается в папку с приказом это как один из вариантов либо у нас были на внедрениях такие вопросы а вот можно их сохранить да конечно можно сохранить причем вот эту карточку есть у программы очень классный механизм вы можете прям сохранить сохранить да это использование функционала библиотеки стандартно посетите под систем и эта карточка у вас автоматом привяжется к файлам самого документа на то есть вот нельзя сохранить какой есть еще вариант что я вам говорил то есть мы с вами можем взять допустим за какой-то период да вот используя фильтры отсортировать документы но поскольку здесь стендовый образец нету много документов я вам покажу вот на примере трех то есть мы с вами берем выделяем допустим нам нужно приказы по кадровому составу выделяю их все есть такая волшебная кнопка напечатать файлы чем ее волшебство волшебство и заключается в том что в обычном мире мы с вами ищем приказы им потом начинаем искать заявление и тому подобное здесь использую механизм связи мы можем автоматом включить связанные документы да то есть причем связи могут быть различные то есть связь на основании связи там документ является для уничтожения и нажать на кнопку печать соответственно ну на печать у нас вами выведется все и отправиться на принтер ну зря наверное это сделал потому что сейчас будет очень долго формироваться документ вот отмена здесь думаю все понятно у нас осталось с вами 99 минут коллеги сейчас все таки отправился на принтер вот давайте посмотрим собственно командировку командировка как она заполняется тоже быстренько расскажу не буду подробно останавливаться уже на деталях процесса уже более понятно в принципе здесь по заявлению а то же самое сотрудник собирается у нас с вами в командировку ему необходимо оформить служебное задание в котором ему необходимо заполнить определенные поля допустим выбрать город ну здесь у нас по умолчанию вот у меня стоит два города организации может быть какая-нибудь ромашка дата начала опять таки там 0 1 0 8 по 0 9 0 8 то же самое у нас может быть расчетное число количество дней либо по умолчанию у нас восстанавливает по цель командировки допустим участие выставки на то есть у нас сотрудник это все заполняет и обратите внимание здесь есть файл файл у нас с вами заполнится после того как мы сделаем запись на то есть пойдет в обработку то есть файл открываем просмотреть смотрим что-то заполнилось что-то не заполнилось да то есть ну вот они поля не просто сверху здесь они расставляются автоматически соответственно у нас в обработке документа с вами два действия открывается документ и здесь опять таки вот он да карточка то есть временный номер мы всегда даем присваиваем системе для того чтобы было удобно найти и соответственно поля то есть не не всегда нам теперь нужно вот этот открывать вордовский документ смотреть а что там есть а чего там нет нам в принципе для электронного кадров документа оборота достаточно иметь вот эту информацию то есть она фактически уже нам отражает содержимое этого документа что тут хочется отметить обратите внимание что у нас с вами тут две таких вот категории две папочки да очень часто бывает что когда сотрудник направляется в командировку ему необходимо приложить дополнительные файлы как правило бухгалтерии говорит а вот чтобы мы могли там тебе начислить там до выделить денежные средства а дружок оплакажи к нам вот приглашение позже нам пожалуйста билет на то есть соответственно работник может сюда взять и загрузить какие-то сканы документов допустим вот пригласительный допустим вода пригласили и соответственно все в одном файле все хранится и те кто отвечает у нас за обработку да понятно за обработку документа они у нас уже будут видеть все ровным счетом также когда у нас документ будет своим подписан мы с вами на основании создаем документ выбираем приказ о направлении в командировку обратите внимание что по умолчанию у нас с вами да здесь две формы вот но после того как мы с вами запишем одна форма с вами исчезнет потому что стоит дополнительные условия в программе чтобы эту форму убирать что здесь еще есть есть еще вот такая вот история когда необходимо записать да то есть именно ответственный то есть чтобы проверять система проверяла а все ли заполнено все ли у нас с вами сделано корректно ли да обратите внимание что даже если вы используете номенклатурное хранение а вы можете указывать количество листов количество экземпляров но это как правило если там еще идут документ основания либо это делать автоматически скриптами которые вам будут рассчитывать ну и здесь классическая схема обработки документа после которой наступает этап писать произвести начисление и так далее колени старался максимально показать все закончить как говорится вроде бы ничего не упустил а упустил самое главное упустил самое главное все-таки немножко под задержусь самое главное это ознакомление с локальными нормативными актами собственно вот это наш с вами головная боль когда устраиваются новые сотрудники как это дело на с вами выглядит сейчас это закроем то есть у нас к вам с нами приходит сотрудник и мы должны его ознакомить и вот можно это подойти к этому процессу по-разному есть должностная инструкция мы можем с вами взять создать должностную инструкцию и видим что день должностная инструкция да то есть и сотрудник нам я с вами подпишет здесь нужно указать заголовок допустим должностная должностная специалистом добавим файл должностной инструкции опять таки сразу все поля которые нужно заполнить загрузим пусть это будет должностная инструкция загружается основной документ и здесь всего лишь одно действие одно действие видим что сотрудник не проставлен почему потому что ответственного сотрудника нет ну давайте вот рублев людвиг иванович допустим происходит обновление если обновление произошло можно просто нажать кнопку заполнить произойдет заполнение документа как это будет выглядеть то есть приходит задачка новому сотруднику он заходит документооборот и видит что ему нужно подписать да или там на бумаге почему потому что выбрали бумажный вариант если мы с вами выберем там электронный вариант он подписать электрон здесь вот обязательно нужно понимать какой вариант вы используете бумажные электронные либо смешанную то есть система позволяет вести учет и так и так а соответственно когда сотрудник будет получать вот видите написано просто это то есть там было на бумаге а здесь просто и опять-таки коллеги по умолчанию это типовой функционал который в принципе подсказывает уже работник что от него хотят то есть не надо ему там зайди в программу найди вот это окошечко то есть все интуитивно все понятно все видно кто что зачем и почему то есть он опять-таки знакомится вот он должностная инструкция у него подкреплена открывает эту задачку сидит читает ознакомиться вот прям вот прям жизни радуется какая волшебная замечательная должностная инструкция нажимает кнопку писать да то есть ну потому что вот документ занят другим пользователям программа говорит нажимая подписать закрыть на то есть вот у нас новый сотрудник ознакомился с должностной инструкции и мы с вами видим что рублев подписан должностная инструкция риск подписания на то есть вот эту должностную инструкцию он на с вами собственно и подписал то есть опять-таки можно взять настроить в программе визуализацию штампа чтобы вот этот документ он уже был виде pdf файлы им там на каждой странице pdf файла у нас с вами будет вот этот штампик да потому что тоже сталкивались при внедрении когда просят а вы можете там вот нам сделать чтобы вот у сотрудника там штамп на каждой страничке стоял да можем вот но можно его сделать на одной да допустим вот пожалуйста вот на одной вот даже аня даже здесь на двух у меня вот указывается две страницы три три странички сейчас я наверное лучше вот вот так вот показать а коллеги то есть мы вот мы видим что на каждой страничке он пишет что документ подписан простой электронной подписи то есть чтобы сотрудник больше не переживал что произойдет какой-то там подлог документа он может себе потом в конце инструкцию с подписью сохранить на 5 таки подпись является не вот этот квадратик да то есть а подпись является именно отметка простой электронной подписи а какой есть еще момент есть допустим ознакомление с локальными нормативными акциями нам надо с вами ознакомить слона как правило на это комплект уже у нас идет коллеги еще вас задержу буквально пять минуточек комплект документов даст которым нужно ознакомить то есть у нас обратите здесь вылана входит а правило внутренне трудового распорядка положение положение оплате труда и так далее да то есть смотрим то же самое ознакомиться с документом 1 причем сроки коллеги тоже можем отстраивать таким образом согласно тех регламентов которые у вас уже действует в компании то есть то что у вас есть давайте посмотрим как у него выглядит он заходит и вот видит пожалуйста положение он сидит как угры ли дал что в кадр приходит там службу персонала вот я буду сидеть и читать ради бога садись вот на рабочем месте вот она у тебя есть садились читай изучая и даже еще можешь вопросы задать если тебя не интересует но только после того как ты это дело все изучил ты должен назвать кнопочку нашу подписать на соответственно когда он нажмет кнопку подписать сейчас опять ругнется что подписывается вот здесь большой плюс у нас какой подписываются все документы то есть если вам вдруг понадобится в какой-то орган исполнительной власти предоставить документ подтверждающий что работник ознакомился под подпись с документами да то есть в принципе вот у нас на этих документах и будет вот эта история да то есть вот мы опять видим что он ознакомился вот оно это ознакомление произошло в 1 документ вот на второй документ но здесь тот что документ большое он на просмотр не дает на то есть он все эти документы подписывает ну либо как правило можно предоставить лист опять-таки с электронными подписями мало того коллеги хочу показать бывает такое что используют систему вставки кодов штрих-кодов временных номеров на бланке заявлений у программы 1с документ оборот в принципе уже есть типовой функционал позволяющий кодировать и вот вставлять вот эти штампики да то есть регистрационные вот у нас с вами есть допустим ставить штрих-код и он может показать то есть где штрих-код ставит соответственно должна быть определенная разметка ну как правило эти штрих-коды лучше вставлять до момента подписания для чего для того чтобы вот здесь таблицы потом да то есть у нас когда идет согласование не было вопросов связанных с изменением да то есть если документ подписан то в принципе в него уже вносить изменения мы не должны то есть подписано подписано все больше мы его не трогать коллеги у меня на этом сегодня все я благодарю вас за то что вы нашли время нам прийти если какие-то вопросы есть я с удовольствием на них отвечу если вопросов нет давайте завершать ждем вас на второй и третьей части благодарю всех за внимание